Всем привет! Это история о том, как я потеряла свой телефон. Кстати, за вчерашний день я вообще много чего потеряла. Сидела я как-то на факультативе по литературе и захотела посмотреть время. Понимаю, что телефона нет. Окей, думаю, без паники, сейчас найдем. Я обыскала все, но телефона не нашла. На парте лежало много макулатуру, но и под ней телефона не было. Я поняла, что оставила его в туалете. Спросила, можно ли выйти, но я в туалете его не нашла. Там были две девочки, которые сказали, что не видели никакого телефона. Я попросила у других девочек позвонить мне, и, конечно же, никто не взял, ибо телефон во время учебы я ставила на беззвучный режим. И даже если бы его кто-то взял, он мог просто не услышать, что кто-то звонит. Короче говоря, я поставила на уши всю школу. Даже директор и злая, как мне тогда казалось, завуч потратила свое время, чтобы отследить, кто после меня был в туалете. Но из тех, кто там был, никто не мог его взять. В конце концов, мы догадались позвонить мне через ВК, так как режим беззвука на него почему-то не действует. Но на звонок все равно никто не ответил. Я расстроенная, иду в класс, мимо меня проходит одноклассница и говорит, «Лиз, а тебе там кто-то звонил». Это было прям при зауче. Я думала, она меня сейчас убьет. Но, к моему счастью, она только посмеялась и отшутилась. Кстати, с тех пор она уже не казалась мне такой злой. Скорее, она просто относилась к делам серьезно и не терпела косяков. Самое интересное было увидеть эту ситуацию глазами моих одноклассниц, которые сидели на факультативе. Сидят они такие, значит. Я ухожу, потом прихожу, потом меня забирает наша классная, а потом вообще начинают мне звонить на уроки по ВК. Они тогда подумали, что надо мной произошла какая-то расправа, но я ее избежала, а наша классная начала меня искать, чтобы закончить меня ругать. На этом история закончилась. Спасибо всем за внимание и просмотр этого видео до конца. Я вас всех люблю, до встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok